Всем привет! В этот раз расскажу вам о радиолюбительском малогабаритном KV Transsiver Elikraft KX-3. Многим этот транссивер известен, даже тем у кого его нет и не был никогда известен по различным публикациям в интернет, по рассказам радиолюбителей. В общем аппарат очень популярный и как-то долго обходил я его своим вниманием, хотя вроде как он предназначен для работы из полей специально, но вот дошла очередь и до него. Итак мой рассказ о транссивере Elikraft KX-3. Во-первых самое главное это радиолюбительский транссивер, то есть транссивер сделанный специально для радиолюбителей, не для какого профессионального применения он не разрабатывался, а разработан специально для радиолюбителей. Выпускается он в двух вариантах, либо в виде набора для самостоятельной сборки, либо в виде готового транссивера. Разница по цене кстати говоря между набором и готовым транссивером не такая уж и большая, но она все-таки есть. Производился он начиная с 2011 года американского производства транссивер. Работает этот транссивер во всех любительских KV диапазонах, вернее в режиме прием. У него сплошное перекрытие от 1.6 до 32 мегагерц, вернее даже ниже 1.6 в средних волнах он тоже работает, но производитель утверждает, что чувствительность ниже 1.6 мегагерц у него будет заниженной, ниже нормы. Но вот прием во всем KV диапазоне возможен. На передачу он работает только в любительских диапазонах по заявлению производителей, так скажем, судя по инструкции по эксплуатации. Но на самом деле он работает на передачу и вне любительских диапазонов на таких частотах как 4, 5 мегагерц, 8, я не знаю там 12, везде он работает на передачу, кроме диапазона 27 мегагерц, то есть выше частоты 25 мегагерц он на передачу не работает, пока мы не настроимся на частоту 28 мегагерц или выше, то есть от 25 до 28 у него провал, чтобы специально он не работал на 27 мегагерц. Почему так сделано? Ну не знаю, наверное надо спросить авторов конструкции, наверное что-то у них какие-то комплексы связанные с 27 мегагерц, наверное сами они бывшие сибишники и теперь боятся в этом признаться всему миру и говорят нет, мы на 27 мегагерц трансивер делать не будем, вот они сделали работу этого трансивера на 27 мегагерц. Например, сейчас я установлю на нем частоту 25 мегагерц и вы увидите как он не включается на передачу. 24, 999 и 9 он еще включается на передачу, а 25 он уже не включается, пишет bandend. Вот такой трансивер, ну соответственно на 28 он прекрасно работает на передачу. ГУЛЬМО МАРТОНИ Как это обычно и бывает у радиолюбительских трансиверов, особенно у трансиверов Эликрафт, этот аппарат состоит из огромного количества опций, модулей и так далее. В общем, производитель зарабатывает на нас с вами путем продажи различных опциональных модулей. И вот этот аппарат здесь у меня на столе стоящий, сейчас можно сказать в какой-то более-менее максимальной комплектации. Ну не самый максимально возможный, но большая часть модулей опциональных в него установлено и в общем есть еще какие-то опциональные дополнительные вещи. Я вам сейчас о них всех тоже расскажу. Как вы видите закрыта передняя панель его вот такой вот пластиковой крышечкой. Есть боковые вот такие защитные стенки, которые можно использовать как ручки, можно с помощью них защищать переднюю панель от ударов, от каких-то воздействий. Есть вот такие вот ножки, даже есть радиатор здесь сверху. Но на самом деле это все опциональные вещи. И вот эта пластиковая крышка, и радиатор, и вот эти боковинки. Это не то, что опциональные, а это предметы, производящиеся вообще сторонним производителем, не или крафтом, которые можно отдельно купить и на него установить, что собственно и было сделано. Так что в оригинальном варианте, если вы приобретаете такой трансфер чистый или крафтовский, то вот этих вот ручек, вот такого радиатора, вот этой крышки нет. Он просто прямоугольный ровный корпус без каких-то дополнительных частей. То есть выступающей части это будут ваши регуляторы и основной валкодер-энкодер. Вот такой вот трансфер. Но к счастью, что есть эти различные производители, которые выпускают дополнительные принадлежности к трансферам. Например, вот эти ручки, эта крышка производства Windcamp. Я вам рассказывал уже о аккумуляторе литиевом с крышечкой тоже, с зарядным устройством для FT817, который тоже продается под торговой маркой Windcamp. И вот эти вот опции тоже Windcamp к этому самому трансферу. Как вы видите, трансфер это малогабаритный, можно сказать, предназначен для работы откуда-то из полей, из мобильных условий. Маленький он, можно действительно его взять с собой. И мало того, у него внутри даже есть батарейный отсек, есть место для установки восьми пальчиковых аккумуляторов. И тогда он станет совсем мобильным, можно его использовать прям вообще автономно. Ну, либо можно подключить какой-то внешний источник питания 12 вольт, тогда он будет работать, так скажем, подольше и мощность выдавать немножко побольше. Сейчас, конечно же, он питается от внешнего источника с напряжением 13,8 вольт и никакие внутренние батарейки сейчас в нем не установлены. Как я уже сказал, работает этот трансфер в режиме приема во всем КВ диапазоне аж до 32 МГц и в средневолновом диапазоне. Но, правда, производитель обещает, что чувствительность будет там пониженной, заниженной. А на передаче только в любительских диапазонах. Максимальная мощность 10 ватт, как бы, но выставляется здесь в меню в настройках аж до 15 ватт. Выходная мощность. Мощность сильно зависит от напряжения источника питания и, честно говоря, от экземпляра к экземпляру тоже она варьируется. Мы с вами померяем, какая мощность конкретно у этого трансфера, обязательно на эквиваленте нагрузки. А пока об основных его, так скажем, возможностях схемотехники и архитектуре. Распечь в новом году. Радио Анна 9, Василий, Тамара Василий, Роман 9, ее Танна Галя. Гена 5-9, 15 децибел сверху, очень громко. Коля в Ханты-Мансийске. С новогодними праздниками, прием. Да, Николай, здравствуйте, добрый вечер. Здесь Радио Антон 9, Василий, Тамара Василий. 5-9, я принимаю вашу станцию, плюс 25, плюс 30 децибел. Город Мелиус, Геннадий, у меня сразу вопрос. Вы, качаете две ГК КЛ-500, там, правильно? Сетки заземленные, в катод вы качаете, на приеме? Ну, конечно, Геннадий, все линейно, все как положено, прям. А сколько вы подаете в катод? Он где-то вот 150 туда летит, прям. А он больше не дает, да? Да почему не дает? Он 300 спокойно даст, но просто напруги по аноду мало. Всего где-то 2,520 у меня по удвоению получается. И там просто будет подъедание тока, а мощность-то расти не будет. Прием. Да-да, это все верно. Теперь у меня вопрос. Конечно же, этот трансивер сделан по SDR-технологии. Никаких электромеханических или кварцевых фильтров промежуточной частоты для получения SSB-сигнала в нем нет. Все это делается программно. Но SDR, он, можно сказать, самой простейшей технологией. То есть SDR с одним преобразованием сразу в низкую частоту. И эта низкая частота является промежуточной частотой. То есть оцифровка происходит АЦП, работающим на низкой частоте. В трансивере, конечно же, есть синтезатор, есть двойной смеситель с выходами IEQ. И эти выходы IEQ подаются уже на АЦП. АЦП якобы 24-битный, высококачественный для звуковой техники, поскольку оцифровывает он не высокочастотную ПЧ в несколько МГц или в несколько хотя бы сотен кГц, а непосредственно звуковые частоты он оцифровывает, поэтому используется звуковой АЦП для высококачественной звуковой аппаратуры. Поскольку никакой промежуточной частоты высокой нет, ни 455 кГц, ни сколько-нибудь МГц, там 8 или не знаю, 45, то вроде как руфинг-фильтр узкополосный, кварцевый, по этой самой первой промежуточной частоте в этом трансивере невозможен. Но забавно, производитель придумал в нем руфинг-фильтр непосредственно по низкой частоте, то есть после смесителя, до АЦП, может быть установлен опять-таки опциональный дополнительный руфинг-фильтр, то есть по сути это ФНЧ, сделанный на резисторах, конденсаторах и операционных усилителях с частотой среза 3 кГц, например, или полтора, естественно сдвоенный для каналов IEQ. И такой руфинг-фильтр в этот конкретный аппарат опционально установлен, это маленькая печатная плата, на которой мы видим с вами, что есть только лишь низкочастотный компонент, никаких LC элементов, ничего нет, есть только резистор, конденсатор и микросхемы операционных усилителей, ну и естественно, а что бы там еще могло быть, если этот руфинг-фильтр работает по низкой частоте. Несмотря на то, что сделан этот трансивер по СДР технологии, никакого панорамного индикатора, спектрограммы, водопада на дисплее у него нет, дисплей монохромный, жидкристаллический. И это очень хорошо, так как такой дисплей потребляет гораздо меньше электроэнергии, видно его при любом свете, в том числе при ярком солнечном. И, собственно, помех он дает гораздо меньше. Конечно, если подключена какая-то антенна стационарная, с длинным, так сказать, кабелем, хорошо развязанная всякими отсекающими дросселями, балунами и так далее, то уже не важно, какой дисплей. Но если мы используем в полевых условиях какую-то случайную антенну, кусок провода с противовесом, то помехи от дисплея важны. И вот такой дисплей дает минимум помех относительно цветного, графического, с яркой подсветкой. И это хорошо, но то, что вот он SDR-трансивер, но совершенно без панорамного индикатора, в наше время кажется немножко уже каким-то недостатком. Но вот в 2011 году производитель посчитал, что это будет нормально. Как видите, выполнен он в виде такого корпуса, немножко необычного, не как настольные трансиверы или автомобильные радиостанции, плоский корпус с маленькой передней панель, а наоборот, одна большая передняя панель, и все, собственно, весь корпус, можно сказать, в виде этой передней панели и представлен. Сейчас нам уже это привычно, уже много аппаратов есть, которые сделаны в подобном дизайне, в подобной форме. Но тогда, вот в 2011 году, это был один из первых аппаратов. Не первый, конечно, но один из первых, который был сделан именно вот в таком варианте. Сейчас есть и китайский трансивер подобных размеров, подобного конструктива. Есть и Discovery TX500, который тоже плоский, маленький, и все органы управления на верхней панели. Мы вот так его кладем на стол и все на нем видим. Здесь то же самое, но, конечно, эти аппараты очень разные, но об этом позже. Итак, все органы управления расположены здесь на лицевой панели. Как обычно в радиолюбительских трансиверах, работает он в любительских диапазонах. Есть кнопочки Band+, Band-, нажимая их, мы переключаемся между любительскими диапазонами. Есть кнопка прямого ввода частоты. Вот она. Нажав ее, мы можем набрать частоту. Цифровой клавиатуры, числовой клавиатуры нет ни на трансивере, ни на тангенте. Но часть кнопок здесь выполняют по нескольку функций. Есть в том числе кнопки, которые помимо обычных своих функций, например, включение-выключение предусилителя, аттенюатор, выполняют еще функции цифровых клавиш в режиме набора частоты. Таких кнопок, как мы видим с вами, 7 штук от 0 до 6. Вот здесь подписаны в них циферки с первой по шестую. А как же 7, 8, 9? Они тоже есть, но 7, 8, 9 это кнопки, которые у нас находятся под энкодерами, вот под маленькими этими ручками. То есть мы можем написать, например, частоту 7, и у нас семерка вот на этой ручке. 7, 100, 50. Вот таким вот образом набирается 7, 150. Дальше нажимаем Enter. Вот мы встали на 7, 150. Да, можно набрать частоту непосредственно прямым вводом. Есть такая возможность, есть. Удобная она. Ну, как вам сказать, если вы не радиолюбитель, который постоянно проводит связи на каком-то одном диапазоне, на другом, а слушаете весь диапазон частот, вам интересно послушать все что угодно. Если вы мгновенно захотели перейти на какую-то частоту, слушали 4 МГц, а потом захотели 8 послушать, и вам надо будет это все набирать. То набирать, конечно, кнопками, которые в виде валкодеров, это абсолютно неудобно. И если это нужно будет делать 100 раз в день, то никто этого делать не будет. Но еще раз повторюсь, трансивер сделан для обычных радиолюбителей, кто не занимается мониторингом эфира во всем диапазоне, кто не наблюдает огромное количество частот каких-то вне любительских диапазонах, а для тех, кто проводит связи в любительских диапазонах. Для них эта функция прямого ввода частоты, ну очень такая второстепенная, вот поэтому она так забавно сделана. Но она здесь есть, и это тоже хорошо. Естественно, есть основной энкодер, валкодер, ручка настройки этого трансивера. Вот она, большая, плавная, удобная. Шаг перестройки по частоте переключается. Сейчас, как вы видите, у меня включен шаг перестройки 100 Гц, и вот есть кнопочка RAID, с помощью которой мы можем переключить, сделать вот такой шаг, например, 10 Гц, можем сделать шаг 1 Гц, ну в общем, все как обычно. Естественно, переключается режим работы, есть кнопка MOD, с помощью нее мы переключаем однополосная модуляция, телеграф, амплитудная частотная модуляция. Если нажать, подержать, то в однополосной переключается верхняя на нижнюю и обратно. В этом трансивере огромное количество разных возможностей, особенностей, и обо всех них я рассказывать не буду. Это видеорассказ, видеообзор о трансивере. Я рассказываю о тех его особенностях, которые, на мой взгляд, наиболее важны, наиболее интересны для меня. Для кого-то другого, может быть, другие особенности будут важны. Ну вот пусть он и делает видео о них, а я делаю рассказ о том, что мне кажется наиболее важным в этом аппарате, поэтому о чем-то, конечно же, я не расскажу, иначе это получилось бы видео длиной в несколько часов. Вот у меня КСВ там не очень, я по нами мерил. На ВЧ никак не хочет. На 80-ке подходит. На 9. Прекрасно принимаю вашу станцию Горощо. Альберт меня зовут. Пожалуйста. Привет, Мария Ульяна Николаевна, всем прием. Есть в этом аппарате очень интересная возможность, но она очень ограниченная, поэтому сразу о ней расскажу, чтобы не возникало никаких вопросов в дальнейшем. Есть ли в нем двойной прием? Да, он есть, двойной прием. Есть второй приемник, и частоту этого второго приемника можно перестраивать вот этой маленькой дополнительной ручкой, маленьким еще одним энкодером, который крутится, кстати, тоже плавно, без всяких щелчков. Но те, кто разбирается в схемотехнике СДР приемников, спросите меня, а как это реализован в нем двойной прием, если у него низкая ПЧ и сразу оцифровка? А вот так он и реализован. Двойной прием реализован только лишь в полосе этой самой низкой ПЧ. То есть оцифровка происходит с частотой несколько десятков килогерц, и вот именно в пределах нескольких десятков килогерц мы с вами можем послушать две частоты. То есть не только в одном диапазоне любительском, а даже в пределах только лишь 15 килогерц. Программное ограничение, что второй приемник может находиться отстроенным по частоте от первого от основного, плюс-минус 15 килогерц максимум. Вот такое вот ограничение. Можно вообще этот не использовать второй приемник, и тогда эта ручка будет выполнять разные другие функции, которые тоже, так сказать, настраиваются, переключаются. Ну, вообще, наличие второго приемника это всегда огромный плюс, но для меня, конечно, хотелось бы, чтобы вторым приемником можно было послушать вообще все, что угодно. Особенно другой диапазон. Например, мы стоим на одной частоте, вторым приемником на какой-то вызывной ждем, когда нас кто-то вызовет, или что кто-то там появится на общий вызов. А основным приемником прогуливаемся по диапазону и смотрим что-нибудь интересное. Так здесь сделать не получится. То есть дополнительный приемник здесь очень сильно ограниченный. Как вы видите, на корпусе трансивера вот здесь в нижней части есть громкоговоритель. Маленький-маленький. Качество звука из него, ну, соответственно, его размером, сами понимаете. То есть на носимых радиостанциях бывают громкоговорители побольше, чем здесь. Но, в принципе, звучит он не так плохо. По возможности я, конечно, подключаю что-то внешнее. И вот этот дополнительный второй приемник мы можем слушать только лишь подключив к разъему 3,5 миллиметра, стерео наушники, ну или два динамика. И тогда у нас в один канал будет идти основной приемник, во второй канал дополнительный. Если мы этого не сделаем, а будем слушать только лишь на встроенный динамик, то мы можем услышать только один основной приемник. Вот здесь на дисплее есть такой сегмент под названием саб. Это саб-ресивер, дополнительный приемник. И если он светится, значит прием по второму приемнику возможен. Что это значит? Это значит, что частота настройки второго приемника отличается от основного приемника не более чем на 15 килогерц. И к разъему у нас подключен 3,5 миллиметра. Какая-то нагрузка, какой-то динамик, два динамика вернее, или наушники. Если этого не сделать, не подключить, или частота будет отличаться больше, чем на 15 килогерц, то вот эта индикация саба будет мигать. Значит, второй приемник не работает. Вот смотрите, сейчас у нас у первого приемника частота 7,150. Во второго я частоту повышаю, и когда я перейду через 165, то саб замигает. Все, начал мигать, значит, второй приемник отключился. Вот такой второй приемник. В принципе, он есть, но пользоваться им мало, когда удастся. Динамик расположен в нижней части корпуса, поэтому положить вот так вот трансивер на стол и слушать этот динамик не получится, так как динамик будет закрыт. Слушать мы его можем либо вот так вот, положив на подставочки, на ножки, либо сложив эти ножки, положив его горизонтально. В общем-то, в основном все так его используют, но на всякий случай, как бы, надо это иметь в виду, что поставить его вот так вот вертикально и использовать встроенный динамик не получится. Может быть, это и не страшно, может быть, это и не важно. Я вот сейчас использую внешний, громко говорить, вот он у меня подключен через разъем, и подключен сюда, на самом деле, разветвитель, с которого вы слышите звук в видео. То есть вы слышите сейчас звук не через микрофон записанный, а записанный с выхода трансивера, с выхода на динамик, к которому подключен динамик и рекордер. Если сейчас отключить это все, то звук будет вот такой вот, со встроенного динамика, писклявой и высокочастотной. На большой громкости еще и дребезжит, подхрипывает. На что можно ожидать вот от такого маленького громкоговорителя динамика? Ну, в общем, лучше подключить внешний. Внешний. Продолжение следует... Здоровье не смею задерживать пока. И за чистоту спасибо. Хорошо, Саша, подожди. А кто еще ожидает на Уссурийске? Есть кто-нибудь? Работайте, давайте. Трансивер также позволяет регулировать полосу пропускания в виде регулирования верхней частоты среза фильтра и нижней частоты. Например, в режиме амплитудной модуляции сейчас у меня такая включена регулировка. Как видите, регулируем до 4,2 кГц. В верхнюю частоту, нажав эту же кнопочку, этот энкодер, кнопку в энкодере, регулируем нижнюю частоту среза. Она у меня была установлена 0, то есть от 0 до 4 кГц. Например, сейчас полоса пропускания в режиме ам. Тоже очень удобно, все регулируется. Самое главное, что для того, чтобы регулировать полосу пропускания, не нужно лезть ни в какие меню, не нужно ни в какие настройки делать, а просто есть отдельная ручка, и мы в любой момент времени можем взять и порегулировать эту самую полосу. Потому что этот орган управления, он очень нужный, он очень оперативный. Когда мы слушаем что-то в эфире, основная ручка настройки у нас всегда крутится. Громкость, и RF-гейн всегда крутится другой рукой, грубо говоря. И полоса пропускания тоже всегда у нас как-то регулируется, в зависимости от эфирной обстановки. И вот здесь эта ручка отдельная. Рядом с ней расположен еще один энкодер, который регулирует громкость. В электронном виде это не резистор, это энкодер, валкодер. И этот же энкодер у нас еще регулирует много чего. Нажав его, мы регулируем RF-гейн, вот такой вот, с индикацией от 0 до минус 60. И еще этой же ручкой мы можем регулировать, нажав и удерживая ее. Громкость монитора. Монитор это самопрослушивание. В режиме SSB самопрослушивание через динамик своего сигнала, не очень нужная функция. Но в режиме телеграфа как раз очень нужная, чтобы слышать свой телеграфный сигнал. Вообще этот трансир во многом оптимизирован для работы телеграфом. Для любителей работать QRP откуда-то с дачи, я не знаю, из парка в телеграфном режиме. И поэтому многие вещи в нем сделаны именно удобно для работы телеграфом. Я телеграфом мало работаю, поэтому уделять внимание много этому вопросу я не буду в своем видеорассказе. Скажу только то, что, конечно же, он прекрасно работает в телеграфе. К нему есть опциональный ключ телеграфный, который привинчивается двумя винтами вот сюда, вот к нижней стенке корпуса и подключается к разъему, который находится в отверстии. Я бы сказал, в дырке на нижней части корпуса. И этот ключ будет вот так вот установлен. Соответственно, уже на ножках в таком виде мы этот трансивер не можем на стол положить, а можем положить его только вот так. И тогда этот ключ здесь бы у нас был. У меня такого ключа нет, показать вам его не могу. Ну, или можно подключить к нему обычный ключ к разъему 3,5 миллиметра на боковой стенке. И, кстати, о разъемах. Все разъемы на этом трансивере, кроме разъема подключения внешнего источника питания и антенны, 3,5 миллиметра. Вот что хотите со мной делайте, но я считаю, что этим разъемом не место на трансивере, предназначенном для работы из полей, из походов. Ну, вот здесь вот так вот. Разъемом 3,5 миллиметра, во-первых, это просто дырка внутрь корпуса, то есть ни о какой влагопылезащите и говорить нельзя у этого трансивера. Да ее, собственно, там и нет. Но, что забавно, тангента, микрофон, то есть подключается тоже разъемом 3,5 миллиметра. Вот таким вот угловым. Угловым это очень хорошо, потому что провод от тангента, от микрофона всегда идет у нас куда-то сюда к нам, а не в бок от трансивера. И, видимо, производитель понял, что 3,5 миллиметра разъем все-таки не очень хороший, мягко говоря, а тангента используется всегда. Ну, практически, за исключением любителей телеграфа, которые только ключ подключают. И поэтому обычный 3,5 миллиметровый разъем очень быстро развалится от такой нагрузки. И на корпусе для подключения тангента установлен 3,5 миллиметровый разъем металлический повышенной надежности. Вот он. А остальные разъемы 3,5 миллиметра обычные. Обычные, пластиковые. Все эти разъемы, кроме антенных, сосредоточены на левой боковой стенке корпуса трансивера. Здесь же находится и разъем подключения источника питания. Вот он. Вот такой вот разъемчик. В общем-то, обычный бытовой разъем. Ничего особенного. Удобно. То, что он обычный, то, что у многих такой есть. Но разъем, конечно, тоже не самый надежный. Отдельной какой-то кнопки включения питания у трансивера нет. Нет, естественно, регулятора громкости, совмещенного с выключателем питания. Включается питание одновременным нажатием вот этих двух кнопок и удерживанием. Нажали, подержали, включилось питание. На правой боковой стенке расположены антенные разъемы. Основной антенный разъем BNC для подключения коротковолновой антенны. Также в трансивер может быть установлен опциональный дополнительный модуль диапазона 144 МГц. Этот трансивер может работать еще и на двойке. И в SSB, и в FM. И этот модуль опционально имеет в комплекте еще свой разъем SMA. И вот если такой модуль установлен, то он на боковой стенке на правой у нас с вами будет еще SMA-разъем. В этот экземпляр, в этот аппарат такой модуль установлен двухметрового диапазона. И вот здесь поэтому есть такой разъем SMA. Этот опциональный модуль двухметрового диапазона, конечно же, можно сказать, что это трансвертор. Трансвертор со своим выходным каскадом на одном транзисторе в 220-м корпусе. То есть мощность, естественно, в двухметровом диапазоне гораздо меньше, чем в коротковолновом. Заявлено до 3 Вт выходная мощность в двухметровом диапазоне. Но, несмотря на то, что это трансвертор, пользователю не приходится задумываться о пересчете частоты. Это штатный модуль. Поэтому непосредственно в списке диапазонов трансивера, если мы будем их переключать, есть диапазон 144 МГц. Мы видим с вами 28 МГц, следующий 50, а следующий диапазон 144 МГц. И это работает уже, трансвертор уже нужно подключать антенну к разъему SMA. Здесь есть режим частотной модуляции. Точно так же можно работать и в однополосной модуляции. В общем, несмотря на то, что этот модуль это трансвертор, по сути, установив его, мы получаем работу трансивера просто в 2-метровом диапазоне, не задумываясь о том, что какие-то происходят лишние преобразования частоты, какой-то трансвертор используется. Трансвертор — это конвертер двунаправленный, если что. Трансвертор — снижение. Интересный момент с выходной мощностью передатчика. В самом начале видео я вам сказал не очень определенно про выходную мощность. Теперь давайте подробнее этот момент рассмотрим. В официальном описании в инструкции по эксплуатации или на сайте или крафт для этого трансивера заявлена выходная мощность 10 ватт в КВ диапазонах кроме 24-28 МГц. 24-28 МГц. 8 ватт. На 50 МГц 6 ватт заявлено. С регулировкой этой мощности с минимальным значением 0,1 ватт. Это очень удобно. Регулируется мощность, кстати говоря, вот этой ручкой. Тоже не надо ни в какие меню лазить. В обычном режиме эта ручка регулирует при работе в SSB миггейн, при однократном ее нажатии регулирует скорость автоматического телеграфного ключа. При длительном нажатии она регулирует выходную мощность. Как видите, здесь выходная мощность выставляется с шагом 1,1 ватта до значения 15. Как же тогда быть с заявленными 10 ваттами? Давайте измерим, что на самом деле. Вообще пишут во многих местах в интернет, что выходная мощность 12 ватт, а регулируется до 15. В общем, полные неопределенности. Понятно, что это QRP, что это маленький трансивер, но все равно давайте измерим. Итак, выставляю максимальное значение 15 ватт, диапазон 7 мегагерц. На всякий случай запустим работу тюнера встроенного, чтобы у нас все точно было настроено. Сейчас подключен вот такой вот измеритель мощности китайский, о котором я вам рассказывал, и эквивалент нагрузки 50 ом, не антенна. Включаюсь в SSB режиме. Видим, какие-то значения скачут, поскольку в SSB режиме во время передачи речи, даже произнесение громкого звука одного, мощность будет меняться, будет болтаться и в общем точно ее не измерить. Давайте включим в режиме несущий в FM. Итак, частотная модуляция, мощность 15 ватт, диапазон 7 мегагерц, 14, 14 копейками ватт, это очень неплохо, при напряжении питания 13,8 вольта. Уменьшаю мощность, например ставлю 12, уже 12 показывает, ставлю 10 заявленные, показывает 10. В общем все работает на 7 мегагерц, даже вот 15 почти ватт внесущие мы выдали, очень неплохо. Но конечно еще раз повторюсь, в однополосной модуляции мы такие значения с вами не увидим. На всякий случай опять прибавил до 15 на максимум и смотрим что покажет нам измеритель. Алло, 1, 2, 3, 4, 5, попробую посвистеть что ли туда вместо тонального сигнала. Ну вот 14 ватт показывает, в общем мощность есть. Конечно это в середине кВ диапазона, например на диапазоне 160 метров, 1,8 мегагерца, нам транссир даже не позволит установить больше 12 ватт, то есть максимальное значение здесь уже на регуляторе мощности 12 ватт. И конечно же он их нам наверное обеспечит эти 12 ватт, но 12 все-таки где-то чуть поменьше. Итак, пробуем посвистеть в однополосной модуляции на 1,6 мегагерца. Алло, ну так, 11 с копейками. В общем все работает, я думаю что и на диапазоне 28 мегагерц он свои заявленные 8 ватт тоже нам выдаст на эквивалент нагрузки. Самое начало диапазона 28 мегагерц. Да, проверим сколько у нас мощности установлено. 12 ватт, больше 12 не устанавливается на 28. Алло, 1,2,3,4,5. Алло. Тут есть еще такая кнопочка Tune, если ее нажать, то транссивер выдает нам несущую, но несущую он выдает не полную, не той мощности, которая у нас установлена, а той какой мы задали в настройках. Эта кнопочка нужна для работы, например, внешнего согласующего устройства или внешнего усилителя с каким-то контуром, который нужно настраивать, чтобы получить несущую быстренько, не переключаясь в телеграфный режим или в FM и на пониженной мощности. Вот есть соответственно режим Tune. Это кнопочку X-Mid. X-Mid это передача дублирования кнопки PTT. Если ее нажать и удерживать, то включится у нас вот такой режим настройки. Но мощность понижена. Итак, на полной мощности смотрим. В частотной модуляции на 28 МГц. 11 ватт с копейкой, почти 12, в общем-то, почти обещанный нам 12 ватт на регуляторе выдает. Несмотря на то, что в инструкции заявлена мощность на 28 МГц, заниженная до 8 ватт. Вот так вот. На самом деле все оказалось даже лучше, чем в инструкции. На 6-метровом диапазоне мощность мерить не будем, так как этот измеритель заявлен только до 30. И на 2-метровом диапазоне тоже измерять не будем. Там заявленная мощность 3 ватта всего, поэтому это очень мало. Даже если там вместо 3 окажется 2,5, то в общем тоже разница небольшая. Опять-таки повторюсь, этот измеритель только КВ. У КВ я с собой сегодня сюда на это место не взял. И да, про мощность еще. Такие мощности он обеспечивает только при работе от внешнего источника питания с напряжением 13,8 вольт. Если будет внешний источник свинцовый аккумулятор, разрядившийся чуть-чуть до 11,9 вольта, то уже таких мощностей не будет. А если мы будем использовать встроенные внутрь корпуса 8 пальчиковых батареек или аккумуляторов, то тем более сильно больше 5 ватт мы на выходе этого трансивера с вами не увидим. Так что надо это иметь ввиду, что такие мощности он выдает только лишь при работе от внешнего источника 13,8 вольт. И послушаем, как эти самые его почти 15 ватт звучат в эфире. Выходная мощность на максимум, на всякий случай проверим, что тюнер у нас настроил антенну, хотя в общем-то она и так диапазонная. И слушаем свой сигнал на удаленный ВПСДР приемник. Раз, два, три, четыре, пять. Алло, один, два, три, четыре, пять. Проверка трансивера или Крафт КХ3. Мощность аж целых почти 15 ватт. Как меня там слышно? Прием! Как вы заметили, модуляция такая достаточно высокочастотная и пробивная, компрессированная. В этом трансивере есть 8-полосный эквалайзер для настройки микрофонного тракта на передачу и такой же 8-полосный эквалайзер в режиме приема. Естественно, все эти эквалайзеры они сделаны программно, поскольку трансивер СДР. Вот таким вот образом настраивается эквалайзер на передачу TXEQ называется он. И чтобы регулировать уровень по каждой полосе частот, нужно выбрать какую полосу частот мы регулируем. Полосы частот выбираются теми же самыми якобы цифровыми клавишами. Например, кнопочка 1, которую у нас предусилитель включает. Мы выбираем, что первую полосу частот регулируем и вот таким вот образом мы ее регулируем от плюс до минус 16. Точно так же можно перейти на вторую полосу. Вторая полоса это 100 Гц, он нам показывает какие значения. Первое это 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 400, 800, 1600. А дальше следующие опять-таки, надо нажимать кнопки в вау-кодерах, энкодерах 2,4 кГц и 1,6 или сколько там, 3,2 оговорился я. 3,2 это верхняя соответственно полоса, вот у меня стоит плюс 13. Как видите, в эквалайзере у меня настроено подъем по высоким, небольшой провальчик на бубнящей частоте 400 Гц, поэтому такой звонкий звук. Плюс конечно же в трансивере есть компрессор, он включается вот этой кнопочкой CMP и мы регулируем здесь уровень компрессии с помощью вот этой вот правой ручки. У меня стояло значение около 12, небольшое значение, но все равно дает значительную прибавку по разборчивости, по слышимости при таких слабых уровнях сигналов, как вот UPPER-P трансивер. То есть все вместе это компрессор, эквалайзер, все это дает нам прибавку по разборчивости при таких слабых сигналах. Вы слышали, что сигнал проходит достаточно слабо, потому что вечер еще не наступил, дальнее прохождение на 80-метровом диапазоне еще только-только открывается, а VPSDR приемник находится на расстоянии несколько сотен километров от меня и слышно там мой CRP сигнал еще не громко, хотя антенна использовалась при этом диапазонная, на диапазон 80 метров. «Пока этого нету, слушай то, что я принимаю». «Поприветствую, кого я не слышал». «Сережа, Володя, Паша, поприветствую». «Ах, где-то думаю, да, 20-25 тысяч, не меньше». «Ну, там он пишет, что она...» «Что-то, смотри, какая-то фигня, какая-то икуль...» «Двадцать... 2,2 ампера...» «Ой, ну, это я люблю, когда холодно все, все летит, да...» «Несильные нагревы тут самые...» «Такой же в точности эквалайзер есть в режиме приема, вот он называется RX-EQ. Эквалайзеров можно сохранить несколько разных, вот сейчас у меня восьмой, и можно их переключать, какой мы сейчас используем. Точно так же в нем можно настроить, соответственно, частоты 50, 100, 200, 400 Гц и так далее. Вот он настроен таким образом, что сверху небольшой подъемчик. Вообще, кроме двух этих эквалайзеров, еще очень много чего регулируется в меню. Меню вызывается нажатием вот этой кнопочки дисп, после нажатия этой кнопки мы пункты меню перебираем маленьким дополнительным ваукодером, энкодером. Здесь очень много всего регулируется, много всего настраивается. Я подробно рассказывать вам об этом не буду, так как иначе это видео, как я вам уже говорил, будет длиной несколько часов. И это все-таки видеообзор, а не видеоинструкция. Здесь, например, включается и отключается второй приемник, дополнительный приемник, чтобы он нам, так сказать, не мешал. Можно его просто выключить, поскольку мы им все равно практически пользоваться не будем. Пункт меню, который отвечает за включение и выключение дополнительного приемника, называется Dual RX, то есть двойной прием. Здесь есть два положения, авто или off. Off значит выключен второй приемник, авто значит он включен тогда, когда это возможно. Когда у нас частота второго приемника отстоит от частоты первого, не больше чем на плюс-минус 15 кГц и подключим, соответственно, стереоразъем какой-то. Давайте выключим, поставим положение off и больше не будем, так сказать, этот второй приемник мучить. Как видите, в меню, например, есть такой пункт, как Battery Charging, то есть зарядник встроенный. И здесь могут быть такие положения. Зарядка выключена, charger not installed, то есть не установлен модуль с зарядником. Или же продолжительность зарядки 4, 8, 12, 16 часов. При использовании пальчиковых аккумуляторов, 8 штук, установленных в этот трансивер, их можно заряжать непосредственно в самом трансивере. Для того, чтобы это делать, нужно, чтобы в трансивер был установлен дополнительный опциональный модуль зарядного устройства. По сути, это плата небольшая. В этот трансивер она установлена, и эта плата позволяет при использовании внешнего источника питания заряжать аккумуляторы. Но заряжает она их не по измерению напряжения на них, то есть завершает процесс зарядки, не увидев, что аккумуляторы зарядились, А заряжает она их просто по таймеру. И вот этот таймер мы здесь в меню настраиваем. Или зарядка у нас отключена, используем внешний источник только для питания трансивера, или сколько часов будет заряжаться батарея. Ну еще одно положение Note инсталлит это, когда у нас этот модуль не установлен. Здесь в этом трансивере модуль установлен, но аккумуляторы сейчас не установлены, поэтому заряжать нечего. И давайте посмотрим, как этот трансивер устроен внутри. Его корпус состоит из двух половин, передний и задний. И так как он радиолюбительский, то разбирается он очень легко и быстро, ведь радиолюбителям же хочется залезть вовнутрь, что-то там паять, регулировать, установить дополнительные модули, а чаще всего просто установить элементы питания, которых 8 штук пальчиковых аккумуляторов устанавливается именно вовнутрь корпуса. И так, на корпусе есть вот такие вот ножки, которые можно сложить, можно не складывать, и есть вот такие вот боковые винты, отвинчивающиеся руками, не отверткой, на них даже нет никакой прорези для отвертки. Четыре винта, два с одной стороны, два с другой. Отвинчиваем их, вынимаем ножки, подставочки, тоже самое с другой стороны делаем, и корпус у нас после этого разбирается, то есть разбирается он практически без отвертки, без применения отвертки. Две половинки, вот так вот мы его открыли. Видим здесь батарейный отсек, под 8 пальчиковых элементов, два блока по 4 и видим собственно всю конструкцию, всю схему трансивера. На задней части корпуса, кроме батарейного отсека, есть основная печатная плата с усилителем мощности, с высокочастотными цепями, с выходными фильтрами передатчика. Вот здесь видно два транзистора в 220 корпусе на радиаторе, вернее на корпусе радиатора здесь опциональный, дополнительный. Это двухтактный выходной каскад коротковолнового передатчика. Вот здесь мы видим модуль двухметрового диапазона трансвертор. Под этим модулем расположен еще модуль антенного тюнера, на котором множество реле видно. Под модулем антенного тюнера, уже на основной плате самого трансивера, расположены фильтры выходные передатчика, которые тоже переключаются по диапазонам. Оба этих блока и задней части и передней соединены меж собой плоским ленточным кабелем, который имеет разъемы многоконтактные. Кабель такой, как говорится, в простонародье именуемый шлейф. Ну, в общем, это плоский ленточный кабель с разъемами. И здесь же еще идет провод питания к опциональному дополнительному модулю зарядного устройства. Вот он здесь, то есть даже зарядное устройство, это опциональный модуль, как я вам говорил. Вот он находится уже на передней стороне, на передней части корпуса, на которой расположена плата с основными, так сказать, микросхемами с ЦАП АЦП, с микропроцессором, микроконтроллером и все остальное. Все это находится на плате передней панели и здесь же находится органы управления и жидкокристаллический дисплей. Вот такая вот конструкция. И еще в этот трансивер также опционально устанавливается модуль антенна согласующего устройства, то есть тюнеры автоматического антеннного. И он тоже в этом аппарате есть. Вообще сам трансивер, если не рассматривать этот опциональный модуль тюнера, вообще не имеет ни одного реле. То есть коммутация выходных фильтров передатчика происходит пин диодами, коммутация приема передача тоже происходит пин диодами. Это приводит к тому, что во-первых экономится потребление питания, во-вторых переключение приема передач происходит мгновенно очень-очень быстро, что важно для работы цифровыми видами. Ну и не щелкает ничего еще акустически. То есть реле нет, но тюнер конечно же сделан здесь на реле. Тюнер это дополнительная маленькая плата, устанавливается она вовнутрь корпуса и на этой плате с обеих сторон мы видим с вами огромное количество маленьких реле, которые переключают индуктивность и емкости. Тюнер конечно же важная вещь для мобильного трансивера, для QRP трансивера. Конечно при работе QRP из полей идеально использует резонансная антенна, так как при маленькой мощности если еще антенна будет неэффективной, нас с вами никто не услышит. Но часто так сделать невозможно, а используем мы какую-то антенну случайную, случайной длины кусок провода или антенну не очень настроенную на нужный нам диапазон. И вот тюнер позволит настроиться и хоть как-то провести связь. Кстати говорят тюнер вот для этого трансивера, опциональный этот модуль, он позволяет согласовать антенны в очень широком диапазоне сопротивления, реактивности, в отличие от большинства тюнеров встроенных в трансиверы. Например, если взять какой-то настольный трансивер, то тюнер встроенный позволяет всего лишь компенсировать небольшие КСВ, антенны диапазонные, резонансные, настраивает КСВ не выше трех, выше трех не справляется. Встроенный тюнер в большинство стационарных трансиверов. Этот же тюнер позволяет настроить очень много чего, например, у меня сейчас антенна на 80-метровый диапазон, DIPL, подключенный длинным-длинным кабелем. Она никак не работает на 160 метров и обычный тюнер встроенный в какой-то как я уже говорил ЕЗУ или ICON. Такую антенну на 160-метровый диапазон не настраивает. Тюнер в KX-3 запросто настраивает эту антенну на 160 метров. Давайте посмотрим. Нажимаю кнопочку Tune. КСВ сначала большой, становится все меньше и меньше и меньше. В результате единица. 1, 2, 3, 4, 5. Алло. Трансивер настроился на 160 метров. Конечно, эффективность такой антенны 80-метрового диапазона, DIPL на 160 метров, ну никакая. И меня никто не услышит с 15 ватт такой антенны. Но факт есть факт. Тюнер настраивает даже такую антенну на 160 метров, что большинство тюнеров встроенных в Трансивера не делает, не справляется. Так что тюнер здесь достаточно неплохой. Дмитрий Сергеевич, всем радио. Противник, усилив в своей части моторизованной дивизии Великая Германия, неоднократно переходил в контратаки, пытался задержать наступление наших войск, на телевизованную дивизию Великая Германия, Субтитры сделал DimaTorzok В новом вещательном диапазоне не только чувствительность заниженного этого приемника, как обещает производитель, но и есть прием на гармониках гетеродина или еще какой-то подобный. В общем, например, на частоте около мегагерц или чуть ниже наблюдаем радиохулиганов с хрипучей амплитудной модуляцией с 3 мегагерц. Естественно, их там нет на этой частоте. Это побочный канал приема у трансивера. Но, конечно, мы ему это простим, потому что средневолновый диапазон это не то, что не основной у него диапазон, а это вообще удивительно, что он там что-то принимает. Видимо, фильтров, конечно же, нет по входу специально для средневолнового диапазона. И включаются какие-то фильтры, пропускающие в том числе и 3 мегагерца. И вот на гармониках гетеродина слышно радиохулиганов. Видим, на третьей гармонике гетеродина сейчас частота 1 мегагерц. Третья гармоника как раз 3, как раз куда-то туда попадает к радиохулиганам хрипучим в 3 мегагерца. Ведь трансивер у нас с низкой первой пэч, поэтому частота синтезатора не сильно отличается от рабочей частоты принимаемой. Вот такие вот радиохулиганы. Вроде не собирался я их слушать на этот трансивер, специально на 3 мегагерца не ходил, а все равно пришлось. Лезут из всех щелей, как говорится. Я тут сейчас вот эта гармоника зажег. Алло, гармоничку зажег, смотри. Я стою где-то в стороне, что-то я посмотрел по моему стороне где-то я стою. Я просто слушал. Естественно, есть огромное количество функций, менее значимых, менее важных, работу которых подробно я вам показывать не буду, но все-таки о них скажу. Конечно, это два счетчика частоты VFO A, VFO B, которые можно переключать, менять местами между собой. Естественно, есть ячейки памяти, их 100 штук. Это не так много для любителей послушать весь КВ-диапазон, но напомню еще раз, этот трансивер очень радиолюбительский, а не радионаблюдательский, поэтому 100 ячеек хватит. Конечно же, есть возможность управления по кат-интерфейсу этим трансивером с компьютера. Конечно же, есть возможность использовать компьютер в качестве SDR-приемника, то есть есть выход сигналов IEQ низкочастотных после смесителя, для того, чтобы подавать их на левый и правый канал звуковой платы компьютера и использовать какой-то SDR-софт. Есть встроенный декодер телеграфных сигналов, естественно, электронный ключ телеграфный. Есть возможность работы в цифровых видах PSK31 и Teletype, не используя компьютер, а встроенными средствами трансивера. Есть возможность записать два голосовых сообщения для того, чтобы включать их в эфир. Например, записать общий вызов и какую-нибудь информацию о станции, или два общих вызова. Один общий вызов стационарный, другой общий вызов всем здесь. Ратрит ЛБ, дроп пайл из полей. Например, два таких разных общих вызова можно записать. Есть возможность записать до шести телеграфных сообщений, вот таких вот, например, общий вызов, информация о станции, там, благодарю за связь и так далее. И еще, конечно, много всего в этом трансивере есть, много разных возможностей и много разных параметров. Можно порегулировать, настроить под себя, как вам удобно. На этом буду заканчивать свой рассказ о трансивере Recraft KX-3, о радиолюбительском малогабаритном, походном, можно сказать, носимом, переносном, кратковолновом трансивере. Напоследок хочу только сказать, что приемник у этого трансивера работает очень неплохо, производитель обещает очень хорошие параметры динамического диапазона по блокированию, по интермодуляции. При обычном вот таком использовании приемник не перегружается, как у хороших настольных трансиверов себя ведет. И что очень важно для такого походного, переносного трансивера, потребление от источника питания в режиме приема около 150 мА при маленькой громкости. Это очень-очень важно. Подобных параметров трансиверов переносных практически нет на 2011 год. Вот сейчас, конечно, есть Discovery TX500, который меньше, который с панорамным индикатором, и который, можно сказать, герметичный и походный переносной не просто маленький, а еще и очень сильно пылевлагозащищенный, в отличие от этого. Но тогда, в 2011 году, его еще не было. И 150 мА это прекрасный показатель для походного переносного КВ трансивера. С цифровой обработкой трансиверов очень немного, которые потребляют меньше полампера. Только Discovery TX500 еще есть с таким же потреблением. И вот у Elkraft TX300 тоже очень маленькое потребление, что тоже очень важно для работы из полей от автономных источников питания. Но, конечно же, трансивер этот походный условно, так скажем, потому что в его конструкции не предпринято абсолютно никаких мер по герметизации пыли-влагозащиты конструкции. То есть он сделан, как обычный настольный трансивер, с огромным количеством, назовем вещи своими именами, дыр и щелей в корпусе. Так что походный переносной он условно для тех, кто работает в каких-то приятных, так скажем, и комфортных условиях. На даче, в хорошую погоду, может быть, действительно в походе, на пикнике или в палатке, но когда там тепло и сухо. Ну, в общем, трансивер очень интересный и неплохой, заслуживает внимания однозначно. Так что, надеюсь, я покажу еще вам его работу. А сейчас на этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте радиосвязь, различные трансиверы. Не обязательно такие, можно и попроще, а можно и получше. Но главное, что знаете, радиосвязь вещь полезная, может вам пригодиться в жизни. А также она еще интересная, так что занимайтесь радиолюбительством, проводите различные эксперименты радиосвязи. Конечно же, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, который есть на YouTube, Яндекс, Дзен, Рутуб, есть группа ВКонтакте, есть телеграм-канал и есть страница с дополнительными материалами. Большое спасибо всем тем, кто на нее подписался. Она находится на сайте Бусти и она есть еще в отдельном телеграм-канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok